Вам надо просто подойти и мне дать микрофоном по голове за то, что я в прошлой жизни что-то не так делал. Даже за то, что я даже не помню. Я же тоже грешил, что-то делал не так. И вам надо подойти и треснуть мне микрофоном по голове сейчас за то, что я не так сделал в жизни прошлой. Вот. И вам легче станет. Мне тяжелее, вам легче. Мне легче, а потом не станет. Станет, я вас уверяю, вы треснете мне по голове и все. Вам станет легче. Ого, какие красивые розы. Давайте я вам одну дам. По сути, вы находитесь в иллюзии, потому что вы этого человека считаете своей собственностью в прошлом, настоящем и будущем. А это иллюзия, потому что он вам дам на время, на какое-то. И каким дан он вам, это тоже ваша судьба. Вы думаете, что вы лучше, чем он, и из-за этого будете отвечать. Думайте, и из-за этого ругайте его. Если бы вы так не думали... Нет, вы думаете, что вы лучше, чем он. Если вы так считали, что не ругали, чего хорошего человека ругать? Ревнуя означает, что вы лучше. Если бы вы такая же была, у вас было такое же прошлое, как бы вы ревновали? Вы ревнуете, потому что вы считаете, что вы лучше. Это означает, что вы будете, Бог вам покажет, насколько вы лучше. Если человек ругает человека за его прошлое, то он берет на себя эти грехи. То есть вы его ругаете за это, значит, вы перед Богом говорите, смотрите, Господь, я лучше, я с такими ситуациями со всеми справлюсь. Он говорит, хорошо, посмотрим. Я тебе сделаю эти ситуации, и посмотрим, справишься ты или нет. За прошлое человека или ругать, это вообще безумие. Вот я что там, я даже, я не знаю, что я там в прошлом делал. Бывает, что человек вообще ругает. Человек жил в прошлом, как-то не так. Что его за это ругать? Он жил в прошлом же, все, он сейчас уже так не живет. Некоторые говорят, что вы читаете лекции, у вас такое прошлое, там есть в прошлом какие-то ошибки. Ну вот я поэтому читаю лекции, чтобы их исправлять. Делаю добрые дела, исправляю ошибки. И что мне делать, плакать, сидеть, что ли, все время? Если я какие-то ошибки в прошлом совершил, я же не в настоящем их совершаю. Все, Максим, не будешь со мной ездить на лекцию, потому что ты в прошлом совершал ошибки. Все, я буду тебя ругать каждый день за это. Спасибо. Стыдно ей стало, наконец. Это хорошо. Спасибо.